10 февраля вышла одна из самых ожидаемых игр этого года. Это масштабная экшн-РПГ по мотивам магического мира Джоан Роулинг. Хогвартс Легаси оказалась настоящим событием, она поставила абсолютный рекорд по количеству зрителей на Твиче и стартовала в британской розничной продаже лучше, чем Элден Ринг. И в этом видео мы расскажем о настоящем волшебстве в не самой волшебной игре, а конкретно поговорим о минусах и плюсах данной игрушки. Типичное расписание дня в Хогвартс Легаси выглядит примерно так. Заглядываем на урок по защите от темных искусств и учим новое заклинание, которое обязательно пригодится в следующем бою. Приятная зубрежка сменяется медитативной прогулкой по Хогвартсу. За каждым поворотом может скрываться очередной сундук с сокровищем или одна из сотни головоломок, которые решать не обязательно, но пройти мимо них невозможно. После школьных занятий бежим помогать однокурснице, а потом идем шопиться в Хосмит. Если вы периодически устраиваете ностальгические марафоны пересмотры Гарри Поттера, то эта игра точно для вас. Вот только нужно приготовить 30 часов на прохождение основного сюжета и половины дополнительных квестов. Это действительно идеальный аттракцион для потороманов. И при этом при всем это не такая примечательная игра для других, но обо всем по порядку. История игры гласит так. В Хогвартсе появляется новый ученик, чей могучий талант раскрылся с запозданием, поэтому его зачисляют сразу же на пятый курс. Игроку придется раскрыть секрет древней магии и остановить злодеев, в ускоренном режиме наверстывая сразу несколько пропущенных курсов. Основной сюжет Хогвартс Легаси, будем честны, нельзя назвать захватывающим. В лучшем случае он вызывает сдержанный интерес. Снова это сражение хорошего добра против нехорошего зла. А еще никакого красивого объяснения, почему мы играем за новичка, которого принимают сразу же на пятый курс. Главный герой оказывается чрезвычайно умен и силен, поэтому по-настоящему вжиться в него просто не получится. Слишком уж нереалистичным получился этот персонаж. А на протяжении игры все в один голос будут вам говорить о том, какой вы охрененный избранный. Это конечно приятно, но одного избранного мальчика мы уже помним. Все предыдущие недостатки не сильно портят игру. Хогвартс Легаси это не проект с высококлассной драматургией, а всего лишь фансервисный аттракцион для тех, кто сформировался на романах Роулинг. Об основном сюжете забываешь сразу же, как только на экране звучит та самая мелодия из фильма. Какое нам дело до унылого конфликта гоблинов и людей, когда в игре можно гулять по Хосмиду и запретному лесу, кормить нюхлера и расчесывать гиппогрифа. Также можно бегать по окрестностям, деревушкам и конечно же летать на метле. Нынешний хайп вокруг Хогвартс Легаси просто зашкаливает. Каждый день игра бьет какой-нибудь новый рекорд, говорят и пишут о ней просто все. Для незнайки может сложиться ощущение, что свершилась важная революция. Но это не так. Популярность проекта в первую очередь вызвана тем, что вселенная Роулинг это очень важный феномен для культуры. Если бы разработчики создали оригинальную игру про волшебство, то о ней бы мало кто говорил. А все потому, что за приятной оболочкой Хогвартс Легаси скрывается рядовой экшен-РПГ, которой нечем удивить фанатов жанра. Так что не стоит ждать от Хогвартс Легаси какого-то прорыва и нового золотого стандарта. Это просто крепко сбитая игра, которая более-менее уверенно стоит на плечах гигантов. Несмотря на очевидные недостатки вроде лениво написанного основного сюжета и засилия однообразных побочных активностей, Хогвартс Легаси остается хорошей игрой, которую не стыдно порекомендовать тем, кто знает, что такое выручай комната. Или же тому, кто всегда мечтал выпить сливочного пива. Это игра с неидеальным геймплеем и местами устаревшей графикой. В Хогвартс Легаси просто приятно находиться. Здесь можно часами бродить по знакомым и незнакомым местам. Успех этой игры, конечно же, оправдан. Хорошие продажи и теплые отзывы игроков обеспечивает не столько продуманный до мелочей геймплей, сколько бережное воспроизведение нужной атмосферы. А вот это уже тонкий момент, тем более в настоящей магии. И тут у разработчиков ноунеймов все получилось. Пишите в комментариях свое мнение по поводу этой игры, а также не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Всем спасибо за просмотр и всем до скорого!